Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Домашний Ачах с Мариной. Я сегодня предлагаю вам ещё один рецепт, для того, чтобы помочь себе, если есть проблемы с варикозом. И поговорить я хочу с вами сегодня о белой акации. Это необыкновенное растение, которое, конечно, обладает приятным ароматом, запахом. В связи с тем, что здесь находится большое количество эфирных масел. И когда цветёт акация, вот в данный период, этот запах может распространяться, поверьте мне, даже на несколько километров. Потому что вот у нас лес есть из акации, где мы заготавливаем землю из-под акации для своего сада. И вот цветёт акация, и запах распространяется у нас действительно за 2-3 километра. Это необыкновенное такое время у нас сейчас, вот когда цветёт белая акация. Акация содержит большое количество витаминов, микроэлементов, эфирных масел. Мы по запаху это все понимаем. И она содержит большое количество ацетилосалициловой кислоты. И является очень хорошим спазмолитиком. Я сняла уже одно видео белая акация в помощь о женских заболеваниях. Но видео я разделяю на 2 части. Сегодня акация предназначена, мой рецепт, именно все, кто страдает варикозом. В связи с тем, что здесь большое количество ацетиловой кислоты, она является хорошим спазмолитиком, разжижает кровь, выводит вредный холестерин, это бляшки в сосудах, улучшает эластичность сосудов очень хорошо. И, конечно, белую акацию я советую применять и компрессами, мы с вами поговорим о настойках спиртовых, и обязательно вовнутрь. Дорогие мои зрители, я очень призываю вас пить акацию в тот период, когда она цветёт. Это 2-3 недели, потому что сейчас у неё максимальная энергия и резервы. Она такой толчок даст вашему организму. И пропив раз в году даже на протяжении 2-3 недель, вы уже организму дадите очень хороший толчок. Вы прочистите свои сосуды, вы укрепите сердечно-сосудистые, всю свою систему. И вещества, которые находятся в акации, действительно при варикозном расширении вен, дадут вам очень хороший результат. Прежде всего, я хочу вам посоветовать пить отвар акации. Свежую акацию вы можете взять 3-4 гроздья, залить кипятком стакан кипятка, постоять 20 минут, процедить, убрать эти цветочки, долить до полного стакана кипятка, снова добавить. И вот этот стакан вы можете выпить на протяжении дня. Можете утром полстакана, вечером полстакана. Можете по треть стакана, может быть по столовой ложечке. Чаёк довольно-таки приятный, но, конечно, того, что вы ожидаете аромата, вы не получите. То есть уже такого вкуса акация не будет нести. И вот на протяжении 2-3 недель, это очень мягкое, деликатное средство акация, прочистит вам сосуды и другие органы видео я для вас сняла. И получите вы очень хороший результат. Очень хорошо при тромбофорибитах тоже пить внутренне, это очень хороший результат. И, пожалуйста, давайте сделаем с вами настойку из акации. Для этой цели нам надо взять одну часть акации, ну вот свежая, например, акация, но сушёная будет на много меньший объём. И залить двумя частями спирта или любого крепкого алкоголя. Поставить в тёмное место на 2 недели, периодически встряхивая эту настойку. И через 2 недели препарат готов к тому, что вы можете растирать свои ножички. Прикладывать компрессы и таким способом даже сделать большой объём, например, вот 1-2 литра. Вы на протяжении года можете растирать вот этим бальзамом наружно свои ножки. Результат будет очень хороший. Сосуды ваши укрепятся, будут более эластичные. Вот то, что, как мы говорим, вена поменяла русло, да, вот ножки у вас так, шишечки накрутились, шишечки станут мягче. И у вас уйдут судороги, и результат будет очень хороший. Поэтому, конечно, применяя и отвар, и спиртовую настойку, это же вы пройдёте полный курс лечения. Действительно, растение необыкновенное. Природа нам предоставила все возможности и профилактически даже поработать над собой. Поэтому, дорогие мои зрители, в период, когда цветёт акация, засушите грузди, и вы на протяжении всего года будете обеспечены необыкновенным вот таким вот, ну, буквально эликсиром, скажем так. Сушить акацию очень просто. Вы собираете её в сухую погоду, чтобы не было росы и дождя, и вот в тени расстилаете на покрывале или на каком-то чистом листе бумаги, и периодически вы её просто переворачиваете. Акация очень быстро высыхает, и хранить её нужно, я храню в стеклянных банках, накрыв или полиэтиленовой крышечкой, металлической крышечкой, или просто завязав салфеточкой. Дорогие мои друзья, хранить в тканевых мешочках я не советую, потому что здесь большое количество эфирных масел, и могут завестись просто всякие насекомые. Это может быть и моль, и всякие-всякие мелкие жучки. Поэтому лучше вот такой консервант, скажем так, трёхлитровая стеклянная банка, закрыли крышкой пластиковой или металлической, и на протяжении всего года вы всегда можете сделать отвар с такого прекрасного растения. Помогите себе, сделайте вот этот рецепт, который я вам советую. Это сейчас вот живая акация, вы можете пить отвары для всей семьи делайте. Видео у меня два, сегодня я разделила только для варикоза, но в плейлисте о здоровье вы сможете посмотреть видео белой акации и о женском здоровье, и для мужского здоровья, и для деток она очень хорошо. Но сегодня я вам даю рецепт для того, чтобы вы помогли себе при варикозных заболеваниях. Спасибо, что вы были со мной, и я надеюсь, что вот такая белая акация действительно принесёт вам здоровье и наслаждение. Поэтому спасибо, что вы были со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте класс, если вам тема народной медицины интересна, и мы не потеряем друг друга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!